Настолько фактов вы прошли, да, и вот тут вопрос будет. То есть, если вы запомнили вот эти факты, то есть вам на вопрос будут ответить. Познать свой родной край играючи. Семь лабораторий из 17 школ региона собрались на одной площадке, чтобы презентовать свою настольную игру. Кроме привычного набора настолок, кубика и фишек, QR-коды. У нас игра еще, она еще идет в процессе разработки, у нас какие-то идут, доработки делаются, создается еще программа, потому что она будет дополнена еще реальностью. Все игры направлены на изучение местности, достопримечательностей своего региона и людей, которые внесли свой вклад в его развитие. Все наши игры разработаны и закрывают большую предметную область, историческое краеведение Алтайского края. Наши игры как раз посвящены нашей территории, и новые игры, которые мы здесь за 48 часов разработали, они будут дорабатываться, будут изданы. Они посвящены 85-летию Алтайского края. Сбросали как пазлы, и дети собирают. Ага, вот в этом районе я живу, а вот в этом я был, а вот здесь у меня бабушка. И когда они начинают, они уже начинают ориентироваться географически, где это есть. Порой мы бываем за рубежом, дети знают, что такое Турция, например, но не знают, что у нас на территории есть замечательные места, есть замечательные фестивали. Игры оценивает группа экспертов по 10 критериям. Три из них основные. Это общее направление, психологический анализ этих игр. И потом дадим рекомендации, какую игру можно использовать, какую нет. Может какая-то игра не соответствует возрасту, может быть материал, который изготовлен, может она какой-то несет психологические травмы для ребенка. Поэтому мы сегодня проведем небольшую экспертизу мини, а потом до декабря месяца будем экспертировать уже каждую игру более подробно и выносить свой вебикт. Очень рада, что есть такие форумы, что так взрослые чувствуют, понимают и слышат детей, которые рвутся, делают. Вот большое им спасибо. Да, то, что есть такая возможность побывать вообще на таком мероприятии. Кстати, прямо на выставке можно обменяться играми, продать свою или купить у другой школы. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком.